Девушки отдыхают У тебя есть своя детская комната? Есть У тебя там порядок? Да У тебя там что в комнате есть? Кровать, полка, шкаф? Кровать, полка, шкаф есть И это твоя сестра? Да Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Ангелина Яшова, 16 лет Комната одна на двоих или своя есть? Одна, ну как бы у нас одинаковая комната То есть одна комната, но она разделена, я понимаю, на две зоны? Ну да, так и есть Так и есть В твоей зоне то же самое? Твоя кровать, шкаф? Ну у нас получается двухъярусная кровать И я на втором этаже, она на первом И я, получается, разделяю комнату, ну, наполовину И все время пытаюсь, чтобы она соблюдала порядок У вас часто порядок в комнате? Каждый день порядок? Ну не часто иногда Да А вот больше в твоей зоне беспорядок или все-таки у сестры? У меня У тебя, да? А у сестры порядок? Да Тебе больше нравится, когда порядок, помните? Да, ну мне раньше я тоже очень разводила, а потом, когда постарше стала, я поняла, что у меня... В каком возрасте это происходит? Ты старше вот, что уже сам хочешь, чтобы был порядок? Ну, где-то в 13-14 я уже поняла, что надо делать какой-то график Как ты поняла? Я поняла, что очень за... ну, как бы очень все захламлено Просто неудобно Да, я сейчас даже все убираю, только главное оставляю и все, мне это устраивает вполне Ну, вот у вас одна комната на двоих, а кто уборку делает в вашей комнате? Ты или сестра все-таки? Я и сестра Да? Вот посмотрите, пожалуйста, на эту картинку, у вас же комната иногда похожа вот на то, что мы видим на экране? Нет Настолько плохо не бывает? Нет, это я не знаю, как так запустить можно Все-таки нет? Нет Но бывают такие комнаты, я знаю, что родители иногда просто боятся зайти в детскую комнату И чтобы не видеть лишний раз, закрывают дверь Да, каждого у нас есть свое видение, как мы понимаем, комнату, которая в порядке Иногда там, может, чего-то валяется, но родители это видят именно так, как в картине Они видят это более ужасно, чем детям это кажется Ну, вот с какого возраста ты можешь уже, как родители, сказать ребенку Приберись там в своей комнате, или убери свои игрушки То есть, когда уже можно? Да, ну, дети имеют такую естественную нужду следовать за родителями Если родитель сам показывает своим примером, что он убирает свою комнату Дети очень рано начинают помогать детям Или там игрушки собирать, или там пол подмести Они следуют за родителями, смотрят, как они это делают И спрашивают, отдай мне, пожалуйста, метлу, я сама это сделаю Или сам это сделаю Наверное, первое правило, когда еще маленький ребенок, ну, может быть, не знаю, 2-3 года Но он же хочет помочь, все-таки делать что-то вместе То есть, вместе собирать игрушки Можно даже одну работу поделить Одну часть сделает родитель, или там делает кушать И дети очень рано хочут помогать в кухне тоже что-то сделать Но они не могут все сделать Тогда родитель должен быть умным и найти то дело, с которым ребенок справляется И когда он справляется с этой работой, он чувствует себя гордым И хочет это опять-опять почувствовать И поэтому спрашивает новые дела, что бы сделать Но вот все-таки, если мы вернемся к порядку, вот в комнате Как правильно сказать ребенку, чтобы он понял, что от него хотят? Ведь зачастую говорят, иди переберись в комнате Но в 3 года, может быть, я даже не понимаю, что это значит Да, каждый понимает по-своему Кто-то все под кровать складывает Кто-то просто одеялом перекладывает И порядок есть Если ребенок маленький, тогда ему надо сказать так Чтобы он понял, что это означает Это можно сказать такими обычными указами Пожалуйста, подмети пол Пожалуйста, свою одежду, ту, которую ты уже одевал сегодня Принеси в ванную комнату И дать по одной командой в один раз То есть очень конкретные задания Да, очень конкретные задания Мы рассказываем свои ожидания Что же я жду от тебя, что ты сделал Вот сейчас узнаем у Ангелины Как ты обычно просишь Веронику убрать тебя в комнате? Какие слова используешь? Я ей говорю, убери комнату И мы разделяем обязанности То есть я делаю, складываю со стола все в коробке А она собирает свои игрушки Вот мы так разделяем свои обязанности Вы не ссоритесь из-за того, кто что будет убирать? Или может быть Ангелина говорит, давай сейчас А ты говоришь, я хочу играть Ссоритесь из-за этого? Ну нет Нет? Послушная? Ну когда как Как настроение То есть не так чтобы, да? А почему важно наводить порядок? Ну пусть будет беспорядок, хаос творческий Ну и что? Конечно Это самое настоящее время Это детство Когда можно такой бардак сделать И это очень важно Если у меня есть проблема Тогда я могу ее научиться решать Если беспорядка нету Тогда как же я научусь порядок завести Поэтому очень важно Что или сестра указывает Что можно делать Или самому можно найти Ну как бы способ Как организовать вещи вокруг себя Чтобы чувствовать более удобно Если вещи собраны Тогда конечно Я сам легче могу что-то найти Ничего не может на голову Свалиться с шкафа Если я там буду чего-то искать И с одной стороны Такая Взгляд в комнате Он как бы характеризует Внутренний мир человека Самому Если там порядок Тогда внутри тоже Есть какой-нибудь порядок Если порядка нету И его нету никогда Тогда конечно Это может свидетельствовать о том Что слишком много тревожностей Слишком много трудностей Организовать вещи Вокруг себя О чем свидетельствует Если ты там ребенку 5 лет Ты открываешь комнату Там идеальный порядок Ну так тоже не может быть Как бы То это уже указывает на другое Да Это такие Тоже тревожные симптомы Да Тоже тревожные Надо такой баланс Иметь Есть порядок Есть место для порядка Есть место для такого непорядка Тоже Но стоит ли что-то обещать детям Взамен уборки Ну если Если это те обязанности Которые они должны сделать Каждый день И должны Заблюдать за собой То я думаю Что это Не имеет Ну как бы Места Чтобы что-то обещать Это самому приятно Но если Работа Не для детей Но мы бы хотели Чтобы они Нам помогли Как-нибудь Тогда мы конечно Можем какие-то Позитивные Мотиваторы использовать То есть какое-то поощрение Чтобы было Да Но со словами Родитель всегда может Как бы выразить Своё благодарство Что ребёнок умеет За собой Ухаживать Что он умеет Убирать за собой Комнату То есть Каждый Был бы Счастливый Слышать о себе Такие слова Вот скажи Сестра обещает Какую-нибудь Шоколадку Взамен того Что ты уберёшь Игрушки Или там может быть Мультики дать Посмотреть Пытается тебя Как-то задобрить Чтобы ты сейчас Убралась Ну да А что обещает Вот какие инструменты Использует Ну она Использует Мультики Мультики да Да А что было в твоём детстве Родители Что говорили Или У меня в детстве Было так То что я могу Целый день играться У меня будут горы И в конце Вот уже как всегда Спать надо ложиться Вот я тогда Всё беру Складываю И раскладываю И только тогда Иду спать А то есть вот так Да У меня так было Да Это очень хорошо Если мы завьём Какие-нибудь ритуалы За день можно играть Можно всё Что угодно делать Но вечером Перед сном Можно свою комнату Опять Сделать Красивой И ложиться Спать Чтобы опять Затачь Если мы будем Куда-то идти Не наступить На На игрушку Ну и тогда А что делать Если родители Замечают Что ребёнок Сознательно Осознанно Бросает вещи Какие-то игрушки Свои Ну этому Наверное Родитель Каждый должен Внимание Привлечь И наверное Поинтересоваться Что же он С этим Хочет Сделать Он хочет Более Внимание Получить Или Просто Ему что-то Не нравится Что он Не может Выражать Со словами Но Показывает Действиями Разными Мы уже Заканчиваем Наши разговоры По традиции Всегда в конце У специалиста Спрашивают Какие-то советы Такое заключительное слово Я сейчас дам вам Возможность Их сказать Ангелина Я хочу у тебя Спросить Сейчас смотрят Нас родители У которых поменьше Детки Вот Может шестилетки Семилетки Восьмилетки И так далее Что бы ты могла им посоветовать Или обнадеживать Что всё-таки Светлое будущее Впереди Как приучить ребёнка Наводить порядок Я думаю Это со временем Придёт у детей Все дети Я думаю Все взрослые Помнят Как разводили Бардаки Ну это у всех было И я думаю Что в конце концов Где-то вот Когда станут дети Поле поосознаннее Они поймут Что им нужен Этот порядок То есть Главный твой совет Наберитесь терпения Да Это главное Хорошо Ну и Заня Теперь уже Вам слово В заключении Что бы хотелось Пожелать Или посоветовать родителям Да Ну родителям Важно помнить То что сказала Ангелина Ангелина Да Что надо подождать Это одно Другое Надо показать свой пример Если родители Сами будут Со своим примером Показывать детям Как надо Ухаживать за домом У них тоже Появляется Такое Желание Что-то По дому Сделать Чтобы было Хорошее чувство Большое спасибо За этот разговор Я думаю Что он был Очень познавательным Ну что ж Пускай в вашем доме Все-таки царит Беспорядок Хаос Он такой творческий Потому что детство Это именно то время Когда можно себе Это позволить А потом Вместе Собираем игрушки И идем спать Хорошего вам вечера Встретимся совсем скоро Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok